Рави Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на особый выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Я начинаю новую серию под названием «Божие сверхъестественное пребывание». Я в большом восторге. Давайте начнем с молитвы. Отец, мы поклоняемся Тебе и благословляем Тебя. Спасибо, что через Твоего Сына, Господа Иисуса, мы стали участниками Твоего Божественного естества. Иисус, Ты сказал, что никогда не покинешь и не оставишь нас. И Ты дал нам Своего Духа, чтобы мы могли ходить в сверхъестественном осознании Твоего пребывания в нашей жизни. Отец, мы приходим к Тебе и просим, влеки нас к Себе через Сына и Духа Святого, чтобы мы имели сверхъестественное осознание Твоего пребывания и Божественной работы в нашей жизни. Отец, мы любим Тебя. Прошу, изливай Свой Дух и проявляй Свою славу во имя Иешуа. И если вы согласны с этим, то давайте вместе скажем на это «Аминь». Важно молиться о том, чего мы желаем. Библия говорит «Не имейте, потому что вы не просите». Иными словами, когда мы просим, то получаем гораздо больше. Иисус сказал «Просите и получите». И сегодня, начиная серию программ о божественном сверхъестественном пребывании, мы просим Отца перевести нас в лучшую реальность, где мы можем переживать Его сверхъестественное в нашей жизни. Мы несем вам не только Слово, но и духовную реальность. Павел сказал, что когда он проповедовал Евангелие, то оно приходило к тем, кто принимал его, не только в Слове, а в проявлении Духа и силы. Возлюбленные, больше всего мы жаждем реальных отношений с Богом. Мы хотим не просто верить доктринам. Иметь правильные доктрины важно. Слово Божие — это основание всей истины, но мы хотим иметь не только доктрины, но и реальность божественного пребывания в нашей жизни. Иисус сказал фарисеям, «Вы исследуете Писания, потому что думаете, что в них вы имеете жизнь. Оно говорит обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы получить жизнь». Иными словами, Иешуа говорил, что цель Писания в том, дабы привести нас в живые отношения с Богом. Надеюсь, то, о чем я говорю, откликается в вашем сердце. Все, о чем я буду говорить, будет подкрепляться записанным Словом Божиим. Надеюсь, вы никогда не услышите меня проповедующим то, чего нет в Слове. Но мы должны понять, что Бог желает, чтобы мы не только читали в Библии о том, что Он сделал для других людей, Он хочет, чтобы мы имели такие же переживания. Может, не точно такие, но Он хочет быть в нашей жизни таким же реальным, как и в жизни Авраама, Иакова, Давида, пророков и апостолов. Мы призваны к реальным отношениям с Богом, а отношения — это переживания. Что бы вы подумали об отношениях с вашим мужем, женой или другим близким человеком, если бы вы никогда не переживали этого человека в своей жизни? Такого не бывает. Мы призваны к отношениям с Иисусом и Отцом, поэтому нам нужно иметь более глубокое осознание этих отношений. Это всего лишь вступление к серии под названием «Божие сверхъестественное пребывание». Многие из вас знают, что я верующий еврей. Я уверовал в далеком 1978 году. Как еврей я ничего не знал об Иисусе. Никто никогда не рассказывал мне. Я никогда не читал Новый Завет. Иисус был так далек от меня, как человек на Луне. Я никогда не думал об Иисусе. Он был для меня как Марс, не из моего мира. Но в 1978 году, когда мне было 20 лет, я уснул, и посреди ночи Господь сверхъестественно разбудил меня. Я перешел в так называемое сверхъестественное осознание. Я понимал, что это не сон. Мои глаза были закрыты, но я понимал, что-то происходит. И вдруг Иисус явился мне в видении. Он был на кресте. Потом прямо с неба луч яркого красного света спустился на голову Иисуса. Как американец, я знал, что человек на кресте — это Иисус. Когда я увидел тот красный луч света, то понял, что он исходит от Бога, потому что он шел с неба, и таким образом Бог говорит мне, «Иисус — это путь ко мне». Я тут же проснулся. Видение длилось не больше нескольких секунд. Но благодаря яркости этого видения и сознания, в котором я находился, когда видел его, я понял, что Бог явил мне Себя и сказал, что Иисус — это путь к Нему. Я посмотрел на свои часы. Тогда было 3.30 утра. Я сел на кровать, пошел в ванную. Я был в таком восторге, потому что знал, что только что мне явился сам Бог. На следующее утро я всем рассказывал о случившемся. Вначале никто не отреагировал, потому что думали, что это был лишь сон. Но когда я продолжил свой путь с Иисусом, то столкнулся с разными испытаниями и гонениями. Но это уже совсем другая история. Вы можете узнать ее из моей книги «Пробуждение к Мессии». В ней я рассказываю свою автобиографию. Я лишь хотел сказать, что к вере я пришел сверхъестественным образом. Это можно сравнить с тем, как уверовал апостол Павел. Павел был таким же, как я. Он считал, что Иисус не для него и не для евреев. Он был на пути в Дамаск, чтобы арестовать евреев, которые провозглашали, что Иисус – Мессия. Но на пути в Дамаск, как написано в «Деяниях», его ослепил свет, и он упал с лошади. Он был окружен светом и славой. А потом он услышал голос, «Почему ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Вставай, Павел, и я расскажу, что ты должен сделать». Итак, Павел сверхъестественно уверовал, когда ему явился Иисус. Евреям и мусульманам, чтобы прийти к вере в Иисуса, нужны вот такие радикальные встречи, потому что с самого детства нас учат не верить в Иисуса. Когда кто-то спорит с нами о том, что Иисус – это путь, то это не имеет смысла. Для этого нам нужна сверхъестественная встреча с силой Божией. Именно это произошло со мной. Поскольку я пришел к вере сверхъестественным путем, у меня всегда было желание пережить еще больше сверхъестественного Божьего в моей жизни. И вот что я подумал. Иисус, если я смог сверхъестественно и сознательно пережить Твою силу благодаря видению… Кстати, у меня было много подобных встреч, особенно во время первых пяти лет моего хождения с Богом. Сейчас я с Богом уже 40 лет, но первые пять лет у меня были просто невероятные встречи с Богом. Может, позже я расскажу вам о них. То, что происходило со мной в сверхъестественной сфере, было выше убеждений. Я пережил силу самого Бога. Из-за этого я сказал, «Господь, если я могу пережить Твое сверхъестественное пребывание, и даже если это продлится всего секунду, так почему же я не могу переживать Твое пребывание всегда?» И это стало целью моей жизни. Сверхъестественно ощущать божественное пребывание в моей жизни. Я хотел не религии. Я хотел переживания божественного пребывания. Это моя цель. Я хочу знать Бога и переживать Его. Хочу рассказать вам об одном отрывке из Писания. Евангелие от Марка, 14 глава. Один из наиболее трогательных отрывков Писания. Мы читаем о женщине, которая взяла алавастровый сосуд с благовониями. Его стоимость составляла годовую зарплату. Она взяла все Его содержимое и помазала тело Иисуса. Люди начали жаловаться, говоря, что это слишком уж, но Иисус сказал, «Оставьте ее в покое». Продолжим нашу историю. Люди говорили о том, что она тратит очень много денег, что это не стоит того. Но Иисус ответил, «Оставьте ее в покое». Она сделала все, что могла. Так вот, хочу спросить у вас, а вы сделали все, что вы могли? Я подозреваю, что многим из нас нужно сделать немного больше. Подумайте. О теле Иисуса, которое помазывала Мария. Этого тела уже нет на земле, но мы можем помазывать его тело и сегодня, принося дары для служения, которые достигают людей для него. И я прошу вас стать партнером служения, узнавая еврейского Иисуса. Можете ли вы принести ему роскошный дар вашей любви, посвятив себя партнерству с этим служением? Благодаря этому вы сможете помазать его тело, потому что его тело нужно достигать. Именно этим занимается наше служение. Я благодарю вас. Спасибо за вашу финансовую поддержку. И если Бог касается вас, то станьте партнером Иисуса прямо сейчас. Вернемся к нашей программе. Иисус говорил о тесной связи между Словом и Духом. Он сказал, что Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. Оба эти понятия являются основанием для наших отношений. Наши отношения должны базироваться на истине. Нам нужно знать, кто такой Бог, знать суть Евангелия. То, что Иисус умер, был погребен, воскрес, и Его видели сотни свидетелей. Наша вера основана на истине, а также и на Духе. В Евангелии от Иоанна 4 главе сказано, что Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. Не только в Духе или в Истине, но в комбинации этих двух вещей. То есть не бойтесь переживать Бога. Разве мы не должны желать почувствовать Его? Чтобы вы подумали о браке, в котором нет чувств. Вы никогда ничего не чувствовали к своему мужу или жене? Что бы вы подумали об отношениях с родителями или с братом, с сестрой? Если бы вы ничего не чувствовали и могли бы только общаться на интеллектуальном уровне? Нет. В отношениях всегда есть чувства. Чувства делают нас живыми. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и дать ее с избытком». В эту жизнь с избытком должны входить чувства. Не так ли? Разве без чувств мы могли бы быть удовлетворены? Иисус сказал, «Если поверите в Меня, то Я стану внутри вас источником живой воды. Внутри вас будет колодец вечной жизни, и вы больше никогда не будете жаждать». Для того, чтобы перестать жаждать, нам нужно что-то чувствовать. «Если Я жажду чего-то в Моем хождении с Богом, то Я стремлюсь стать одним целым с Богом». Иисус говорил, что «мы одно целое с Богом». Я не говорю, что «Я Бог». Но Иисус говорил, что «мы будем одно, как Он одно». То есть мы должны осознавать, что мы в Боге, и Бог в нас. Иисус сказал, «Отец во Мне, Я в Отце, и Я в вас». Я хочу знать Иисуса во Мне, вокруг Меня. Я хочу осознавать Его, Его любовь. Я хочу знать, кто Он. Я хочу чувствовать Его славу. Я хочу переживать Его силу. Я хочу знать, кто я для Него. Все эти вещи требуют опыта. Они не могут быть лишь в нашем разуме. Они должны быть в нашем сердце, идти оттуда. Еще раз напоминаю, что название этой серии – «Сверхъестественное божественное пребывание». Когда Иисус уходил, то сказал нам, что пошлет нам то, что было обещано Отцом. Затем Он сказал, что это обещание – это Дух Святой. Дух Святой будет брать от Иисуса, а потом будет открывать это нам. Иными словами, Иисус сказал, «Я пошлю вам Духа Святого, и Он сделает меня реальным для вас. Он будет брать от меня, от моей природы, моих мыслей, моего сердца, и откроет это вам». Так мы становимся участниками божественного естества. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе, 21 стихе, «Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое слово, и того полюбит Мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него». Подумайте об этом. Если Иисус говорит, что вы переживете любовь Отца, и Он придет и будет жить у вас, то разве речь идет не о глубокой связи с Иисусом? Иисус будет жить в нас, а мы в Нем, и это принесет невероятное удовлетворение. И это одна из моих главных целей, как верующего. Я хочу иметь еще большее переживание этой реальности, о которой я говорил. Когда в 78-м году началось мое хождение с Иисусом, я начал всем рассказывать о моем видении Иисусом. Затем кто-то сказал мне, «Тебе нужна Библия». Я купил Библию и начал поглощать Слово Божие. Я часами читал Библию. И иногда слова становились для меня огнем. Они буквально горели во мне. Сегодня люди спрашивают меня, «Как вам удалось запомнить так много стихов из Библии?» Я просто был в восторге. Я не пытался ничего доказать. Я просто полюбил Слово Божие и начал его поглощать. Затем кто-то сказал, «Тебе нужно начать ходить в церковь». Я стал ходить во все церкви в городе. Я был у баптистов, у харизматов, у пресвятырианцев, на разных молодежных собраниях. Если где-то было собрание, предлагавшее учение из Библии, то я был там. Вот как сильно я жаждал. Я искал удовлетворение в отношениях с Богом. И я слушал, чтобы понять, что мне делать, чтобы войти в то, чего я ищу, вместо победы и покоя. И казалось, что все проповеди заканчивались одинаково, какой бы ни была тема. Заканчивалось все так. Вам нужно либо больше молиться, либо больше читать Библию. Давать больше денег, больше рассказывать о Боге. Я делал все это, как только мог. Я не мог делать больше, чем я уже делал. Но делая все это, я так и не нашел то, чего я искал. В нашей следующей программе я продолжу эту историю. Я годами делал все эти правильные вещи, и мы должны их делать. Дай и аминь. Я все еще их делаю. Я все еще рассказываю о Боге. Даю десятину и пожертвования. Читаю слово и так далее. Но был один секрет, о котором я не знал. Тайна, которая еще не была мне открыта. И на следующей неделе я расскажу вам, что произошло, и что Отец открыл мне через свое слово и через его дух, что помогло мне войти в измерение силы. Как только Господь открыл мне этот секрет, с тех пор в мою жизнь вошла новая сила. И я поделюсь ею с вами. Не пропустите нас на следующей неделе. Это восхитительная серия, которая просто горит в моем сердце, ведь я так рад и так доволен тем, что Бог открывается мне. И каждую неделю, каждый месяц Он делает это по-новому. Я все еще занимаюсь этим. Я ищу Бога, так же, как и все вы, дорогие мои друзья. Прошу вас, давайте будем искать Его вместе и держаться за Него еще крепче, чтобы больше узнать о Его реальности в нашей жизни. А в завершении давайте помолимся. Отец, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо, что Ты усыновил нас через Мессию Иешуа. Спасибо, что Ты послал Его и пролил Его кровь. Мы любим Тебя, и мы хотим знать Тебя. Иисус, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за все. И мы просим, введи нас в лучшую реальность. Иешуа, Ты сказал, мой мир даю Вам. Мою радость даю Вам. Мы хотим переживать больше Твоего мира, больше Твоей радости, больше Твоей силы, а главное, больше Тебя. Мы любим Тебя, Иешуа. Отец, мы хотим любить Тебя так же, как Ты возлюбил нас, так же сильно и горячо. Во имя Иешуа. Аминь. А напоследок, я хотел бы дать Вам самое красивое Божье обетование о том, что бывает, когда мы почитаем Бога своими финансами. Я прочту притча, третью главу, девятой и десятой стихи. Откройте свое сердце и послушайте эти слова. «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих. и наполнятся житницы Твоей до избытка и точила Твои будут переливаться новым вином». Это обещание. И когда мы почитаем Господа своими финансами, Он отвечает на это сверхъестественным благословением наших обстоятельств. Если Вы верите в это, и если Вы чувствуете, как Дух Святой стучится сейчас в ваше сердце, то сделайте свое лучшее приношение Господу через наше служение. Спасибо за Вашу помощь. Я люблю Вас. Если Вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые Вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 800-777-7835 или отправьте СМС со словом «РАВИ» на номер 4537. Или же Вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем Вам аудиопроповедь Рави Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Рави Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы с нетерпением ждем Ваших писем. Если у Вас есть свидетельства о том, как Бог изменил Вашу жизнь через служение, открывая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами, зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Дорогой Рави, я каждый день молюсь за Вас, Синтией. Пусть Бог защищает Вас, пока Вы путешествуете и исполняете Божье призвание. Вы касаетесь жизни и сердец по всему миру, и я хочу быть частью этого. Поддержка Вашего служения радует мое сердце. Я люблю и ценю Вас. Мы рады, что Вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за Вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить Вас за Вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, Вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо Вам и пусть Отец воздаст Вам за Вашу щедрость и Ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Служение «Узнавая еврейского Иисуса» проповедуют Евангелие в Израиле и в мире. Но эта сложная миссия может быть выполнена только благодаря таким верным партнерам, как Вы. Если Бог побуждает Вас стать нашим партнером, зайдите на наш сайт или позвоните по номеру, который сейчас на экране. Когда Вы станете партнером, Рави посеет Вашу жизнь очень важные дары. В поисках Его. Рассказ о жизни Рави. Оно того стоило. Интересная история жизни от Синтии Шнайдера и «Крусейды за кулисами». Эксклюзивный рассказ о том, как Рави путешествует по всему миру. Становитесь нашим партнером уже сегодня. Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Принимайте его. Я помолюсь Звузьмей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, зарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам. Да, обратит Бог Отец, Господь, к вам лицо свое и дарует вам свой мир. Субтитры создавал DimaTorzok и отдали свою жизнь Иисусу, то воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. Если вы произнесли эту молитву сегодня со мной, то приняли самое важное решение в своей жизни. Бог любит вас. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Рави «Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения Рави через наше мобильное приложение. Читайте особые письма от Синтии и присылайте нам свои молитвенные просьбы. На следующей неделе Рави продолжит делиться откровением о том, что Бог живет внутри вас. Не пропустите этот замечательный выпуск.